Здравствуйте! Если кого-то интересует тема погоды, ко мне на канал. Вот май месяц, зелёные деревья, всё красиво везде, цветут тюльпаны и идёт снег. Вот так я закутана, светленно очень. Даже капюшон надо надевать. Надела очень-очень тёплые зимние штаны. Вы знаете, меня продувает. Вы представляете? Ноги, ногам холодно. Я в шоке просто. А в квартирах включили отопление. Так что нас это радует, потому что было очень холодно. Просто как будто где-то в подвале находишься. Или вот я вам покажу сейчас. Покажу. Куртка у меня полностью уже снег. Вот снег вот так вот валит. Посмотрите, как валит. Да, это снежный... Снег, снег, снег. Вот он. Смотрите, уже сколько насыпала. Пока я с вами разговариваю, у него столько прям снежная крупа. Ничего себе. Вот это май месяц, середина мая. День Победы. Как он был от нас далёк. Зашла, подстригла чёлочку. Чёлочка такую мою красивую и такую люблю. И снег закончился. Я не взяла из дома солнцезащитные очки. Не знаю, хоть возьми-то вернись. Потому что солнышко выглядывает. Снег закончился, солнце... Солнышко выглядит. А я буду вот такая вот... Чуриться буду сильно. Навстречу меня идёт батюшка. Видите? Вот я вернулась и взяла свои очки. Не поймёшь, какая... Вот мои красавицы. Ух ты, красивые. Свёлка жёлтенькая. Слава Богу, не замёрзла. Там беленькая, фиолетовая. Не поймёшь, какая погода. И солнышко, и тучи. Наверное, всё вместе будет. Ладно. Пойдём дальше. Ёла, ёла. Слышь, она красивенькая. Девятое мая. День Победы. Днём Победы. Как бы ни было печально, но Сакура цветёт. Открыт канализационный люк. Цветут отуванчики. И цветёт Сакура. Да. Рядышком еле-еле побеги. Я говорю, от зимой помёрзли. Нево чёрное. Солнце светит. Всё смешалось в доме. Обломовых. Пух. Мягкий-мягкий. Идёшь как будто по мягкому ковру. Тёмные тучи ходят над Москвой. Среди зелёного оазиса увидела вот такое розовое пятно. Надо подойти. Надо. Они все закрыты. Высокий. Такой тут неприглядный уголочек. Наделали. Цепь. Вообще такую клумбочку классную сделали. А вокруг так просто-просто. Зелёные деревья. Зелёные. Козоны, трава. Хорошие дорожки. Мне очень нравится. Подойти, не подойти. Нет, надо обязательно подойти. Ну, как-то так. Посмотрите, как они вечер подуют. А они пытаются раскрываться. Подольше поснимаем. А то сейчас будет у нас метро, машины, автобус. Побудем немножко на природе. 9 мая. Город-герой. Москва. Видите, здесь куст уже цветёт. Вот. И рядом деревья. Вообще без листьев. Господи, обязательно, когда снимают, обязательно будет что-то сигналить. А, ну, полиция проехала. Понятно. Так. Вот, видите? Какая красотища. Хотя очень много, очень много ещё они. Это они, я же говорю, то ли примерзли, то ли замёрзли, то ли ещё не ожили. Да, вот так вот в этом году. И здесь точно так же оголённые прям деревья стоят. А дальше зелёный сквер. «Небо доброе и злое, грозовое, грозовое, грозовое». Да, нужна хорошая камера, чтобы отразить сочно-сочно вот эти весенние, цветочные, пустые. тюльпанчики. Так, а там тюльпанчики. Тюльпанчики. Обязательно сейчас к ним подойдём. Море тюльпанов. В пасмурную погоду они стоят вот такие закрытые, один, правда, раскрытый. На солнышко реагирует, наверное, сильно хорошо. Прям знаете, такое у меня искушение сейчас сорвать прям весь тут всё это клуман. Нельзя, нельзя, да, нельзя. А вот смотрите, что опять началось. Опять крупа, опять метели, опять снег. Вот его очень хорошо видно здесь, да? Я помню, позапрошлом году был День Победы. Позапрошлом, да, не прошлым. Очень-очень холодно было, прям ну солнечно, морозно и солнечно. Я не помню, сколько было градусов. Вот. А в этом году, конечно, порывы такие лета. Это что у нас? Николай красил, короче, пристопал. Я не подойду поближе, надо в интернете посмотреть, плохо видно. Велика Великой Отечественной война, да. От Москвы до Берлина прошел и Прагу, да. То, что я смогла прочитать. Что такое большое количество цветов. Корзина переворачивается. Вечная память.